Всем привет, друзья! Меня зовут Милана, а это мой верный друг Бобрик, и с вами проект «Покажи мне БГУ». Прямо сейчас мы находимся возле главного корпуса Белорусского государственного университета. Во всем БГУ, в частности в главном корпусе, работает строжайшая пропускная система. Пройти мимо поста охраны можно только имея при себе студенческий или любой другой пропускной документ. В главном корпусе БГУ учатся студенты механико-математического факультета и студенты факультета прикладной математики и информатики. Также здесь располагаются органы студенческого самоуправления и различные подразделения БГУ. На первом этаже расположились кабинеты молодежных и студенческих организаций, например, Белорусского республиканского союза молодежи. В главном корпусе нашего университета располагается фундаментальная библиотека БГУ и любимое место студентов – столовая. Но об этих местах чуть позже в следующих видеороликах. Кстати говоря, именно здесь в главном корпусе располагается сосуд, который очень почитаем в Китае под названием «Тетропод Дин». Долянский политехнический университет подарил «Тетропод Дин» в честь столетия БГУ как символ сотрудничества и дружбы. Тетропод выполнен из бронзы, а его вес составляет 318 килограмм. В древности он считался незаменимым атрибутом в доме, использовался для специальных церемоний с целью привлечения удачи и благополучия. Возможно, именно поэтому наши студенты оставляют в нем монетки на удачу. Нам с Бовриком фортуна тоже не помешает, поэтому предлагаю на счет 3 загадать желание и опустить монетку. Раз, два, три. На первом этаже корпуса есть самое памятное и исторически важное место для вуза – Музей истории БГУ. Всего он включает в себя 4 зала. Первый зал посвящен становлению университета. Второй зал рассказывает нам о работе университета в период Великой Отечественной войны, а также о послевоенных годах и восстановлении университета. Третий зал – это 60-е, 70-е и 80-е годы, а также развитие науки, спорта и культуры. Четвертый зал – зал современности. Посетить Музей истории БГУ можно каждый день с понедельника по пятницу по предварительной записи. Что интересно, пройти в здание главного корпуса можно с двух сторон. Первая сторона – это проспект независимости, вторая сторона – это внутренний дворик БГУ. Собственно, туда, куда мы сейчас и отправимся. Ну что, пойдем? Так выглядит фасад корпуса со стороны внутреннего дворика БГУ. Да, Бобрик, ты все правильно подметил. Именно здесь располагается герб Белорусского государственного университета. На фасаде здания размещен герб университета – изображение листа папоротника на фоне сияния его таинственного цветка. Почему именно этот символ? Ветвь папоротника отражает белорусское происхождение и глубинную суть деятельности БГУ. Поиск цветка папоротника всегда олицетворял стремление человека к счастью и познанию окружающего мира. Подписывайтесь на соцсети БГУ, оставайтесь с нами в комментариях, указывайте, что из услышанного и увиденного вас удивило больше всего. И до встречи в новых роликах. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok